Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели! Если слышно-видно, ставим плюсики и мы с вами начинаем сегодняшнее общение. Доброе утро! Если слышно-видно, плюсик. И поехали! Доброе утро! Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, наконец-то появился плюсик. Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели! Меня зовут Тулеген Муразалиев. Трансляция ежедневно ведется из города Алматы, с офиса официального партнера компании Alpari. Мы работаем с вами по трем валютным парам евро-доллару, фунт-доллар, фьючерс-золота. И рассматриваем движение этих валют при помощи стратегии рейндж и выхода из рейнджа до дальнейших уровней Fibonacci. Напомню, данная стратегия работает по принципу накопления, коридора, выход из этого коридора, неважно в какую сторону. Любое накопление цены, то есть любой рейндж, впоследствии переходит в другой ценовой диапазон. И таким образом мы забираем прибыль и рассматриваем новые накопления. Вчера мы постоянно встречались в 12.30 по московскому времени. С тех пор многое что изменилось, поэтому переключаюсь на экран и вновь начинаем анализировать эти три валютные пары, для того, чтобы сегодня зайти в рынок и все-таки забрать прибыль. Напомню, что рынок не проявляет супер большой активности, то есть не достигает наших тейп-профитов, не идет четко направленным трендом, то есть говорит о том, что нет того запала, который был в конце 2015 года, перед новым годом и в начале 2016 года, когда мы с вами забирали тейп-профиты, то есть такой силы уже нет. Раз уж не дотягиваемся даже до 261, это говорит о том, что идут какие-то глобальные рейнджи на 4-х часов, либо на днев, и сейчас мы все это с вами рассмотрим. Я перенечаюсь на экран, и мы вместе начинаем обсуждать, что же там сейчас происходит. Экранчик, вот он, наш экранчик. И одновременно хочу сказать, что чат сегодня опять не работает, кстати. Ясно. Ну, что ты будешь делать? Я вижу раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Вот сейчас звук лучше стал, Макса. Почему звук ухудшается? Потому что камера у меня в другом месте стоит почему-то. Я на нее смотрю, и в этот момент звук пропадает. Теперь смотрите, я вижу ваши комментарии, но ситуация, как вчера, у меня показывает. Раз, два, три, четыре, пять. Эхо, эхо, ау. Все это связано с тем, что кто-то сейчас нашу программку обновляет, что ли, что-то с ней происходит. Я еще раз говорю, я вижу сейчас ваши комментарии, но автомат пишет, что на данном семинаре находится ноль людей. Жалко. Но зато я вижу, что не ноль. Я вижу, что вас много. Все, я еще раз вас поприветствую и переключаюсь на... Так, я вообще где нахожусь? Так, раз, два, три, четыре, пять. Все, я нахожусь на экране. Я вас вижу. Все, перехожу на евро-доллар. Итак, евро-доллар вчера не трогал наши стоп-лоссы, активно двигается. Это наша последняя разрисовка. То есть, зелененький коридорчик. Цель была выбрана 261. Были у нас предыдущие лоу, которые формировали направление евро-доллара. Вот, был у нас предыдущий хай, от которого падала первая вот эта, ну, как сказать, коррекция, которую мы берем. Вот, и что вчера сделал евро-доллар? Евро-доллар опять достигает фиолетовой линии и почему-то ее балится и приспускается вниз. Видите, как серьезно работают трендовые линии? То есть, я вам говорил, что по данной стратегии трендовая линия будет важнее, чем Фибоначчи. То есть, в этот момент, когда она должна была идти, оно, евро-доллар, или он, он, евро-доллар, да, должен был идти на 261, по дороге встречает фиолетовую и разворачивается. Ну, что за безобразие такое, не дает закрыть нам тейк-профит на 261. Ну, и стоп-лосс не трогал, вчерашний стоп-лосс, смотрите, помните, который во время дневного семинара я в безубыток поставил сюда, вывел 261, стоп-лосс он тоже не трогал. Напомню, что вечерами не торгую, все это вижу впервые, буквально за 15 минут до прихода на рынок. Я увидел, что евро-доллар стоп-лосс не трогал, цель не достиг и четко уперся в фиолетовую линию, которая была нарисована вчера. Итак, какое резюме по евро-доллару? Сигнала в сел нет у евро-доллара. У евро-доллара одна за другой пробивается по удуге, то есть изначально мы работали, обратите внимание, вот в этой по удуге, далее мы передвинули стоп-лосс уже вот в эту по удугу, но в процессе евро-доллар сформировал еще одну по удугу с пробитием 100% вверх. Итак, нет у евро-доллара сигнала в сел. Есть первая дуга, вторая дуга, третья дуга, пробитие вверх и есть четко направленный тренд. То есть, когда мы видим, что полудуги пробиваются, евро-доллар все выше и выше уходит в другой ценовой диапазон. Нам самое главное, чтобы он задел 1.09.414, поэтому я вот это сейчас удалю, потом заново нарисую. Чтобы проверить, совпадает ли наша вчерашняя цель, смотрите, по вчерашнему коридорчику, надо всегда проверять. Хоп, она 261. Отлично. По прошлому коридорчику мы с вами уже сверялись. Хоп, она у нас нормально, до 423, это реально. И нужно вот это сравнить с этим, какой же уровень будет по последнему коридорчику. Берем последний коридорчик, вставляем. Ну и, в принципе, наша вчерашняя цель будет по дороге к сегодняшней 261 цели. Значит, цель стоит, в принципе, можно будет увеличить потом до 261. Но здесь у евро-доллара цель и без фибоначчи видна. То есть, цель будет вот эта. То есть, хай, вот этой черной свечки, это будет цель евро-доллара. Потому что она два раза шпильковала, тело не закрывала вверху. Это серьезный уровень 1.09.644. Если мы уменьшим, мы увидим, что этот уровень работал раз, этот уровень работал два, этот уровень работал три. И этот уровень долго, видите, не пускал сверху евро-доллара после его пробития. Теперь он снизу не пускает. Поэтому евро-доллар стремится, конечно, естественно, вот сюда, на 0.09.644. Принцип вообще успешной торговли везде на рынках, это найти уровень, который либо держит, либо после того, как он пропустил в другую сторону, он теперь будет держать в обратную сторону. Это и есть принцип всей торговли. Вот если мы рассмотрим эти полудуги, вы уже знаете, где правильно обозначать этот уровень. Ну, смотрите, пробитие, тестирование с обратной стороны, и все-таки этот уровень держит, и уходим. Следующий уровень берем, который держал. Вот он. Пробитие, тестирование с обратной стороны, и опять уходим. И когда мы тестируем с обратной стороны, для нас важный показатель – это пробитие следующего локального уровня. И вот следующий локальный уровень уже вновь пробит. То есть после тестирования с обратной стороны пробили. Но почему-то заходим, ну, теперь заходим в рейнджевое состояние. Далее, сейчас я немножко подвину экран, сам не вижу ничего. Далее. По евро-доллару ничего страшного совсем не происходит. То есть евро-доллар никак не может вырваться из этого плена. Плен его обозначил я вот этими двумя квадратиками. То есть это резкий новостной сплеск, который обрезал вот эту дугу нам, да. То есть он обрезал вот эту формирующуюся дугу. Ну, поэтому я полудуга называю. Ровно посередине, как тортик. Раз, пол торта отрезал. И ни туда, ни сюда. Все, четырехчасовка застряла. Между лоу, между хай, вот этого глобального посленного основа коррекционного движения и стопроцентного возврата. Все, здесь мы застряли. Никуда не идем по евро-доллару. Поэтому наш бай, наш тейк-профит, я повторюсь, со вчерашнего дня, он находится внутри рейнджа. Он может легко достигаться. А потом мы будем и вниз работать, и вверх. Ну, то есть пока мы находимся в четырехчасовом рейндже. Итак, по четырехчасовке. Опять-таки, села не вижу. Есть недобитые цели. Есть наша вчерашняя недобитая цель. Вот, стоп-лосс. Не трогали. Мы находимся в 76-м. Тейк-профит на 261-м. Я думаю, эта сделка у вас есть. Она стоит в данный момент без убытки. Со вчерашнего утреннего семинара. То есть она была сделана во время утреннего семинара. Если кто-то смотрит нас сегодня, сейчас, первый раз, то у вас уже есть стопроцентный возвратный коридор. Это вот этот одноцвет. Было два выхода и уже два стоп-лосса. То есть первый стоп-лосс, второй выход. Второй стоп-лосс. Если еще раз выйдем за пределы сутки, уходите до 261-го. То есть выглядит будет примерно так. Вот сюда до 261-го уйдете. Стоп-лосс будет стоять на 76-м. Понятно, да? Но это только после того, как мы вновь выйдем за сотку. По данному коридорчику, смотрите, ситуация какая. Евро-доллар может в любой момент развернуться. Коридор уже готов. То есть это не полуфабрикат. Он уже съедобный. По евро-доллару теперь все, мы его поймали. То есть преимущество данной стратегии в чем? Не рынок вас ловит, а вы его ловите. Вы одели наручники сейчас на евро-доллар. Все. И говорите ему, слушай ты, если ты пробьешь 1.08.992 и закрепишься там телом, то я буду тебя догонять до 261-го. А если ты пробьешь 1.08.615, уже в готовом коридоре. Все. Я просто, если я не торговал вчера, я натянул, одел наручники на евро-доллар и говорю, евро-доллар, ты арестован. Он говорит, ну, как так? Я говорю, вот так вот. Побежишь вверх, я за тобой. Побежишь вниз, я за тобой. И в любом случае мы с тобой станем богатыми. Он говорит, ну, ладно, хорошо. Теперь все зависит от него. Закрепится выше сотки, у меня уже бай есть, я просто передвину свой тельфор. Если он закрепится ниже сотки, он сразу снесет мой стоп-лосс. Видите, стоп-лосс мой стоит как раз под соткой. И когда вот это происходит, вы будете вовремя переворачиваться не вручную, а по стоп-лоссу. То есть он выйдет, когда за пределы сотки, он выключит стоп-лосс ваш, который стоит ниже сотого уровня, который стоит на 76-м от своего коридорчика. И появится возможность с удвоенным лотом уйти до 261-го уровня. Все понятно? Я думаю, все понятно. То есть есть возможность и для вчерашних зрителей, и для сегодняшних зрителей. Вчерашние зрители должны стоять по безубытку на 76-м, либо, я не знаю, где они там запрыгивали, но у них стоп-лосс должен стоять на 76-м. И если будет уход евро-доллара вниз, то автоматически закрывается, и мы будем торговать вниз. Все, я растяну, ну, наверное, вот эту хибоначи растяну, чтобы на ближайшие 6 часов, ну и подвину сюда, ладно, заранее подвину, все, подвину на 200, вот так оставлю. И трогать больше евро-доллар не буду. То есть, ну, почему я уже подвинул? Если он за сотку выйдет, то все равно потом придется пододвигать. А если он выйдет вниз за сотку, то вот эта пододвигалка, она ни на что не повлияет. Она просто выключится стоп-лосс, и я уйду удвоенным лотом на 261-го. Отлично. Все хорошо. Если выйдет с большим пробоем, с проколом 161-го, я уйду на 423. Пока что по евро-доллару, вот здесь вот я вам нарисовал, по евро-доллару пока что идет восходящий тренд. Картина выглядит так. Когда-то по евро-доллару мы шли вниз, пробили, и теперь каждый следующий хай, мы рисуем выше предыдущего хая, парадом командует вот эти две точки. Вот эта точка и вот эта точка командует парадом. То есть, все это можно удалить, оставить только самую важную линию. Самая важная линия выглядит вот таким образом. Чтобы понять, почему вот здесь остановилось, нужно просто прилепить за последний хай, который, ну, есть инициатор вот этого коридорчика. Берем и цепляем за последний хай. Опа, вот сюда прицепил, видите? И что мы здесь видим? Раз, два, все. Правильный коридор выглядит вот таким образом. Евро-доллар находится в восходящем тренде, но ни в коем случае не в нисходящем тренде. Евро-доллар четырехчасовка в ренже находится, и евро-доллар дневка, давайте на евро-доллар дневку посмотрим. Она находится тоже в ренже. То есть, бардак по евро-доллару, ну, если брать дневку, то здесь нет никакой картины. Поэтому мы с вами будем рассматривать евро-доллар в часовом графике, мы с вами будем рассматривать его восходящий тренд и надеяться на то, что тейк профит наш закроется. Напомню, если вдруг евро-доллар развернется, то будем его моментально продавать, и мы знаем уже, где продавать. Вот наши цели для продажи евро-доллара. Все. Следующая валютная пара – это фунт-доллар. Фунт-доллар делает такие невероятные пируэты. То есть, напомню, мы работаем вот в этом одноцвете. Видите, позавчера мы пытались идти по нему вниз, он, не добивая 261 уровня, смотрите, как четко он, не доставая этого тейк профита нашего, понюхал, понюхал его и убежал вверх. Таким образом, он сформировал линию, которая и стала ключевой для фунта на сегодняшний день. Бамс! Цепляя за нее. Почему эта линия ключевая? Потому что после нее сформировался хай, который пробил предыдущий хай. Видите? Хоть на долю миллиметров, но он пробил. Поэтому этот лов считается серьезным. Что сделал фунт-доллар вчера? Он почувствовал горизонтальную линию, сейчас я вам покажу, которая не пускает фунт-доллар. Это основная наша горизонтальная линия, вы ее помните. Побежал вниз, но снизу он почувствовал вот эту трендовую линию. Сейчас я здесь прицеплю правильно. Сдвинулся. Опа! Прицепил. Но снизу, вот здесь смотрите, тютелька в тютелька, он почувствовал нашу вот эту фиолетовую горизонтальную. Бамс! И вынужден был откатить. Что делает фунт сейчас? У меня уже стоят тут три села, вы видите, да? То есть я сейчас все это удалю, чтобы у вас в глазах не пестрило, не рябило. Я работаю в том же самом коридорчике, в котором работал два дня назад. Бамс! Было пробитие сотки. Захожу и добавляюсь, когда вот только что он шел к 76-му. Покажу. Я добавился. Раз, два, три и добавился. Почему раз, два, три? Потому что фунт уже несколько раз снес место плосы. Работаю в том же самом коридорчике, который не дал позавчера сел и который не дал вчера бай. Строго дисциплинированно, без нервных срывов. То есть вижу, что он чувствует этот сотый уровень. Чувствует, чувствует, чувствует. Далее закрепляется под ним. И без касания 76-го идет к своей цели на 261. Утроенный лот у меня бежит туда на 261 уровень. И одновременно, почему я так все и разрисовал, я вижу, что фунт начинает пробивать свой шикарный восходящий тренд. В данный момент он просто его игнорирует. И еще, почему он его игнорирует? Потому что фунт все-таки боится своей вот этой линии. Помните, вот этот наш лоу? Сейчас все это удалю. Тан-тан-тан-тан-тан. И поставлю наш лоу, который является ключевым для фунта. Мы его никак не можем взять с нижней стороны. И идем куда? На пробитие все-таки вот этого лоу. То есть глобально фунт не может взять вот эту шпильку. А эта шпилька очень серьезная заявка на то, что Ух ты! Здесь какой-то уровень серьезный. Откатим, откатим. Пробили. Почувствовали. Не пробили этот лоу. Присели. Пошли на второй раз. Даже тело не смогли закрепить выше 43-49. И теперь идем на вторую попытку пробития вот этого лоу. Мы как раз стоим. Все правильно. Наш тейк-профит стоит внутри вот этого рейнджа 4-х часового. Точно так же, как по евро. По евро есть рейндж вот такой. А теперь по фунту, смотрите, вот такой рейндж сформировался. То есть отбитие от одного и того же уровня, вот-вот от этого, это и есть рейндж. Я его обозначу сейчас. Не было у нас. Вернее, вчера мы пробовали уходить в бай, но этот бай не совершился. Поэтому идем в сел и ждем там 3-5. То есть ли фибу подвинуть на 9 утра вправо? По какой валютной паре будем двигать фибу вправо? По какой валютной паре будем двигать фибу вправо? Алексей, можете ответить, по какой валютной паре будем двигать фибу вправо? А, вот здесь? Вот так? Нет. Ладно. Есть вопрос, нет ответа. Надо проверить. Так, хай 43-069, он же open 067, здесь close, close 43-067. Нет, все правильно. Здесь идеальная фибоначчи, она вот отсюда, вот до суммы. Это идеально. На 9 утра здесь не надо двигать. Алексей, это как раз то, что есть. Вот, для того, чтобы это знать, нужно... Ну, все, отлично. Ну, здесь я на ваш вопрос ответил. Здесь 9 утра не работает. Здесь работает 6 утра. Отлично. Все, стоим и уходим сюда, но здесь нужно... Вот, смотрите, когда... Я просто это вручную же выставляю. Здесь нужно на размер спреда. Вот, допустим, 1,41-645, но я обычно спред беру с запасом по фунту, беру 3. То есть, 1,41-675. И на глаз так ставлю 675. А вот так? Второй 675. И третий 675. Все, и буду забирать тейк-профит. Отлично. То есть, по фунту тоже вам все понятно. Работаем в том же самом нашем коридорчике, который не дает ни вверх, ни вниз. И который даст еще один шанс на сегодня. То есть, мы по какой стратегии работаем? Каждый день на что-то надеемся. Да лучше каждый день на что-то надеяться, чем каждый день ни на что не надеяться. Все. Каждый день мы надеемся. И когда это свершится, мы будем просто громко кричать. Наконец-то фунт-доллар вышел из вот этого красивого одноцвета. И отдал нам тейк-профит на 261. Итак, друзья, евро-доллар идет к своему 261. Фунт-доллар идет к своему. Только они уже в разнобой пошли. Видите, если вчера все как будто бы в бай, то сегодня уже евро-доллар бай, а фунт-доллар сел. Золото. Золото, красавчик, тоже оно двигается. И вчера оно почувствовало нашу трендовую линию. То есть, как она была сформирована, я вам сейчас покажу. То есть, есть канал у золота хороший. И этот канал я просто цепляю за серьезный хай, который отправлял. Вот этот хай черной свечи, который отправлял на создание второй точки. Отлично. Бомс и вчера золото протестировал эту линию. Трендовая линия правит парадом, но и не дает нам закрыть золото по какому коридору. В каком коридоре мы с вами стояли? Я уже запутался, если честно. По какому-то нашему коридору не дает нам закрыть прибыль. По-моему, поэтому. Да, вот. Нет, не поэтому. А, вот поэтому. Все правильно. Это и есть наш коридорчик, который мы вылавливали с вами вчера. Вот он. Да, это и есть наш коридорчик, который мы вылавливали. Мы там должны были стоять только до 261. Но смотрите, что золото сделало. Золото снесло стоп-лосс, а может быть не снесло кому-то. Но мне она снесла стоп-лосс. Здесь нужно было на размер спреда ниже стоять. Я просто, видите, не под... Ну, она и до этого снесла. Хорошо. Все, снесла, потом еще раз снесла. И без нас, смотрите, не дав возможность, выпрыгнула и проколола 261. И главное, когда она выпрыгивала, она по дороге встретила фиолетовую и испугалась. Все, она просто испугалась. То есть, она должна была лететь дальше. К своим другим целям каким-то. Но по дороге фиолетовая прям тютелька в тютельку. Сказать, стоять. И золото испугалась. И оно пошло вниз. Ну вот. Но вот здесь не было возможности зайти. Поэтому вот это до 261 не считается. Но зато золото, смотрите, что сделало. Выпрыгивая из вот этого канальчика, показывает новый сигнал 261. Значит, уходить нужно на 685. Поэтому часом назад, когда я пришел на работу, я увидел выгодную ситуацию, что золото после такого выкрика присело и находится ровно на 161 уровне. И я поставил бай. Все. Увидел рентабельность. И в этом бае рентабельность есть даже у вас сейчас. То есть, в стоп-лоссе будет 60 пунктов, а в тейк-профите будет 240 пунктов. То есть, рентабельность 1 к 4. Золото продолжаю покупать, несмотря на то, что вот это вот мы не смогли взять с первого раза фиолетовое. Золото находится все-таки в восходящем тренде. Никто здесь не видит нисходящий тренд. Есть только восходящий тренд. Есть позиции накопления, пробивка и тестирование с обратной стороны. То есть, мы с вами вчера рассматривали золото как полудуга, пробитие, возврат с обратной стороны. Ну, все так и происходит. Ничего страшного золото не натворило. Ключевая цена для золота – это хай, черные свечи. Пробили, протестировали, потанцевали тут лезгинку и вышли. Этот уровень 11-16 он выдержал и отправил вверх. Все. Теперь где мы лезгинку танцуем? На последней полудуге. Смотрите, последняя полудуга – это хай, черные свечи. Выставляю его. Вот он, хай, черные свечи. Пробиваю, потанцевал лезгиночку два раза и опять ухожу вверх. Все. Золото в плюсе, фунт-доллар в плюсе, евро-доллар в плюсе. Все хорошо. По золоту нет нисходящего тренда, есть только восходящий тренд. Вот. И здесь я для вас картину золота 4-х часовки подготовил. Золото 4-х часовка вчера отдала своему хозяину тютельку в тютельку. Тейк-профит на 261-м. Поэтому я поздравляю тех, кто работал по 4-х часовке. Такие люди тоже есть. Я знаю, что они есть. Они забрали прибыль на 261-м на 4-х часовке. Почему? Потому что когда-то они успели зайти на пробитие сотового канала. Вот здесь. Это было в 20.00-25 января. И вчера без касания 76-го они забрали прибыль очень хорошую, размером в 200 пунктов. 190 пунктов в 4-х часовке. Тютелька в тютельку отдает 261-м, еще раз нам доказывая, что Фибоначчи жив. Вот. Следующие наши популярные валютные пары. Это нефть по отношению к доллару набирает обороты. То есть это была разрисовка вчерашняя, нисходящий тренд, якобы восходящий тренд, якобы рейндж. И нефть вырывается за пределы 32.71. И я думаю, сегодня она куда-то сюда пойдет дальше. Таким образом, это говорит о том, что доллар начинает свою коррекцию против всех валютных пар. Доллар-рубль тоже корректируется. То есть не бежит он с удовольствием вверх, а летит все-таки вниз. Для меня ключевая точка будет 76.4. Во-первых, это цена Фибоначчи. Ну, 76.4. Вот, посмотрите. Во-вторых, это старт гэпной свечки вот этой. Если закреплюсь ниже 7.64, я продам российского рубля на некоторое время. Там будем смотреть, где будем закрывать его. Где-то будем по Фибоначчи какой-нибудь закрывать. Ну, по какой-нибудь вот такой Фибоначчи. Опа! Опа! И прикроем его на 67. 73 первая цель. Но это только после пробития, напомню. 73 первая цель и вторая цель 67. Если мы пробьем 76 и закрепимся телом ниже. Отлично. Опять на семинаре никого нет. Не вижу ни плюсиков, ни минусов. Вижу, счетчик показывает 0. И это очень плохо. Я вчера задавал вопрос нашим айтишникам. Они сказали, что ситуация в процессе обновления. Обещали сегодня все это отремонтировать. В данный момент меня кто-нибудь слышит? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Потому что в данный момент в своем чате я вижу фильм «Я легенда» называется. То есть никого нету. И я хожу тут кому-то что-то рассказываю. Раз, два, три. О! Андрей, вы тоже здесь. Отлично. Но на счетчике и Руслан здесь. Все хорошо. Два человека у нас, три человека у нас есть. Дмитрий тоже здесь есть. И это очень радует. И Максат четвертый. Отлично. И Алексей пятый. И Сергей там здесь. Все хорошо. То есть счетчик у меня не работает, но люди, оказывается, слышат. Поэтому давайте подведем итог. Резюме. Ничего страшного на рынках не происходит. Мы, как такие супертрейдеры, стоим уверенно. Забираем такие длинные прибыли. Сейчас мы эту длинную прибыль с вами разрисуем. То есть в нашем вчерашнем коридоре мы хотим забрать нашу прибыль на 261. Давайте пока вот так подвину. Хотим все-таки забрать на 261. Ничего с нами страшного по евро-доллару не произошло. Стоп-лосс был не задет. По фунту с нами ничего страшного не происходит. Мы вот этот одноцвет сегодня добьем до 261. По фунту красивого сигнала в целом нет. Давайте я вам покажу, что у фунта готовится красивый сигнал. Если только мы вот эту огромную полудугу пробьем. Давайте я даже 4-х часовку покажу. 4-х часовка красивее по фунту. Сел у фунта будет красивый, если мы вот так сделаем. И тогда будет у фунта красивый сел. Бай у фунта по 4-х часовке не состоялся. Напомню, потому что бай нужно было смотреть вот таким образом. И он не состоялся. То есть линия 100 у 4-х часовки оказалась очень сильной. 43.619. И теперь, если мы пробьем 41.828, будем по фунту дальше уходить. Дальше вот этого low. И уходить вообще туда, куда вообще планировал уходить фунт. Бай не состоялся ни по 4-х часовке, ни по часовке. Поэтому мы с вами остаемся вот в этом коридорчике. И ждем тейк-профита на 261-м. И забираем его спокойно. Спокойненько. У меня опять начал чат выпрыгивать, запрыгивать. Поэтому я немножко отвлекаюсь. И по золоту ничего страшного не происходит. Сигналов в сел нету. Золото активно летит вверх. И мы с вами работаем по коридорчику. И забираем прибыль сегодня вот в этом коридорчике. В нашем любимом коридорчике. 100+. Ниже 76-го. Выход из канала был с пробитием 261-го. Уходим на 685-й. Золото, в принципе, умеет бегать такие большие расстояния. Поэтому будем забирать сегодня прибыль. Именно в этом кибер-пространстве. Итак. Вот так оставлю. Вот так оставлю по фунту. И вот так оставлю по золоту. В чате, к сожалению, ничего не вижу. Опять. Поэтому со всеми с вами прощаюсь. Я думаю, что... А вы эти глюки чувствуете, да, Сергей? Вот я сейчас вижу только, смотрите, как. Сергейский комментарий появился. Все остальные комментарии исчезли. А счетчик показывает 0 людей. Куда они исчезли? Непонятно. А у вас эти глюки никак не чувствуются. Вы же видите всех. Поэтому все хорошо. Самое главное, чтобы вы видели друг друга. Я чувствую, что вы здесь, поэтому прощаюсь с вами на 6 часов, постараюсь в эти 6 часов что-то сделать с чатом. Потому что, во-первых, чат, когда выпрыгивает, он вообще пытается перезагрузить весь компьютер. Поэтому неудобно очень. Сейчас будем разговаривать с Москвой. Мы же всегда, когда у нас что-то плохо, звоним в Москву. Потому что Москва командует парадом. Все равно мы до сих пор СССР. Как бы мы ни говорили, что мы независимы, но мы все равно в душе все СССР. Если что-то случается, сразу звоним в Москву и начинаем просить помощи. Москва, помоги, пожалуйста, трансляция не работает. Поэтому со всеми с вами прощаюсь на 6 часов. С хорошим настроением проводите сегодняшние сделочки. И я думаю, за 6 часов мы закроем эти 3 профиты и будем уже работать в новых коридорах. Спасибо всем. До новых встреч. Очень жаль, конечно, что я не вижу сколько людей, но я вижу, что вы здесь. Спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...